Итак, сейчас мы будем делать липосомальный витамин С. Вот здесь на столе перед нами всё, что необходимо. Весь набор компонентов, инструментов, приборов. Ну, прежде всего, вот у нас нужен лицетин. Либо это соевый лицетин, либо сейчас есть лицетин из семян подсолнечника. Что вы достанете, в принципе, они не очень сильно отличаются. Самое главное, чтобы это было не из генмодифицированных продуктов. Подчеркиваю, из не генмодифицированных. Это не потому, что мы боимся, что там гены какие-то не такие. Это всё без разницы. Гены всё равно все переварятся, как в кишечнике, пищеварении. С любыми генами справятся. Но генмодифицированные продукты содержат большое количество гербицида. Раундап, глифосак, который применяется для того, чтобы уничтожать все сорняки. А генмодифицированные соя, например, она очень устойчива к раундапу. Поэтому он накапливается и поступает в пищевую цепь и вызывает кучу негативных последствий. Поэтому вот не генмодифицированный лицетин, соевый лицетин. Дальше. Вот у нас витамин С. Вот у нас есть такой порошковый витамин С. 100 грамм здесь. Это немцы такой производят. Значит, здесь у нас витамин С. Он не натуральный. Он синтезированный. Но в соответствии со всеми фармацевтическими предписаниями и правилами. Поэтому его можно вполне использовать. Здесь у нас есть витамин С, аскорбиновая кислота для внутривенных инъекций. Вот видите, 7,5 грамм в 50 миллилитрах. Значит, это делается внутривенно, разводится в физрастворе, либо в воде, в зависимости от концентрации, которую нужно получить. Но в данном случае его вполне можно использовать и для получения липосомального витамина С жидкого. Но мы сейчас ограничимся вот этим. Итак, что мы делаем? Прежде всего нужно растворить, заготовить определенное количество соевого лицетина. Берем 3 столовых ложки с горкой. Вот так. Заливаем их теплой водой. Небольшим количеством теплой водички. Вот так примерно. И даем немножко раствориться, отстояться. Так, теперь открываем витамин С. Порошковый витамин С, который сейчас в России тоже доступен, продается, онлайн можно купить. Это просто концентрированная аскорбиновая кислота, которая синтезирует химически, да, синтезирует ее из глюкозы. Точно так же в печени у млекопитающих витамин С, аскорбиновая кислота синтезируется из глюкозы. То есть, все млекопитающие, за малым исключением, синтезируют аскорбиновую кислоту. Поэтому она для них не витамин. Это у них банальный метаболит. А вот у людей, шимпанзе и морских свинок, есть генетическая мутация, которой многие миллионы лет. Эта мутация препятствует синтезу собственной аскорбиновой кислоты. Поэтому нам нужен витамин С, который обладает очень-очень широким спектром действия, множество всевозможных лечебных компонентов действия витамина С, о которых, в общем-то, стыдливо умалчивает современные учебники даже по биохимии для медицинских вузов. Чтобы не быть голословным, когда я изучал медицину, в нашем курсе биохимии, книга вот такой толщины, было порядка пяти или шести страниц о физиологии, о биохимии витамина С. Сейчас я открываю современный учебник биохимии вот такой толщины. И там буквально полстранички про витамин С. Ну, я думаю, комментарии тут излишни. Особенно если вспомнить о том, что за открытие и исследование витамина С было получено минимум две Нобелевские премии. Хорошо. Вот у нас сырье, так сказать, уже созрело. Ну, лучше это делать даже, может быть, за 2-3 часа, чтобы лучше растворялись гранулы. Но в любом случае мы продолжаем дальше уже следующий этап. Этот состав надо еще лучше размягчить, размешать. Для этого мы используем миксер. Используем миксер. Ну, и прежде всего мы, конечно, добавляем еще воды. Значит, сейчас по объему мы будем готовить липосомальный раствор С. Где-то вот примерно литр. Вот так примерно. Здесь нет такой чрезвычайной аптечной точности. Вот, делается, вот смотрите, 3 столовых ложки растворяем в теплой воде лецитина. И дальше при помощи миксера размешиваем. Вот, это делается очень быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот, теперь у нас здесь хорошо гомогенизированный раствор лецитина. Дальше мы берем витамин С, порошковый. И растворяем его тоже в воде. Можно в этом самом, в этом даже стакане можно и продолжить. Смотрите, одна ложка у нас примерно вот здесь будет 3,5 грамма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итого у нас 7 грамм, еще 3,5, ну, примерно 10 грамм. В принципе, достаточно 10 грамм витамина С на примерно литр раствора. У нас получится достаточно концентрированный раствор. Витамин С витамин С хорошо растворяется, понятно, в воде. А, значит, но есть смысл, поскольку аскорбиновая кислота это все-таки кислота, и при высокой концентрации она может давать определенные негативные эффекты, да, кислотные. Поэтому его можно слегка погасить, нейтрализовать. Чем мы нейтрализуем кислоту? Конечно, щелочью. Вот она, бикарбонат натрия, пожалуйста. Сода пищевая. Мы начинаем его гасить. Вот, ну, хорошо. Вот у нас получился этот раствор. Ну, мы смешиваем оба раствора. И добавляем еще воды. Чтобы у нас получилось по объему примерно литр. Ну, здесь даже будет 750 миллилитров. Нормально. Более концентрированный. Так, теперь еще раз проводим гомогенизацию. Смешиваем. Хорошо смешиваем. Смешиваем. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, что мы добились? Чего мы добились? Здесь у нас сейчас смесь нано-капсул, впрочем они даже еще не совсем нано, но это во всяком случае пузырьки. Лецитин, поскольку он с одной стороны является липофильным, с другой гидрофильным, образует пузырьки, в которых заключено то, что мы сюда добавили в этот раствор, то есть аскорбиновая кислота, витамин С. Но наша задача сделать эти пузырьки как можно меньше, уменьшить их размер, потому что вот тогда эти нано-капсулы, нано-пузырьки легко проходят через все биологические мембраны. То есть мы добиваемся очень высокой степени биоусвояемости витамина С. Вот для этого дальше мы применяем липофильмализацию при помощи вот такого аппарата. Это ультразвуковой соник-аппарат, который позволяет, предназначен он в общем для разных целей, ну в частности для очищения инструментов медицинских или каких-то ювелирных изделий. Если мы помещаем их в раствор, в раствор жидкости и включаем аппарат, то ультразвуковые колебания способствуют полному удалению этих загрязнений. У нас сейчас здесь будет другой процесс. Значит аппарат нам у нас позволяет контролировать температуру и время обработки. Ну вот здесь температура установлена 50 градусов, у нас актуальны 36, но в принципе нам высокая температура не нужна, поэтому мы можем ее понизить. Пусть будет, ну вот пусть будет 37. Дальше минуты прибавляем, 6 минут пусть будет, и 6 минут достаточно для этого раствора. Видите, получилось как раз сколько нужно, вот прям полная ванночка, где-то 750 миллилитров. Поехали! Вот, начинается ультразвуковая обработка. Вы слышите звук, да? Можно, нужно помешивать немного. Берем пластмассовую или деревянную какую-то мешалочку. Можно вполне брать одноразовую ложку, пластиковую. И вот так немножко помешиваем, активируем, чтобы весь раствор подвергался ультразвуковой обработке. Вот, ультразвуковые колебания здесь порядка 15-20 килогерц. И как раз они способствуют тому, что микрокапсулы размельчаются, измельчаются, большие пузырьки разбиваются с этой вибрацией, становятся мелкими. Готово! Теперь нам нужны вот такие пластмассовые маленькие стаканчики на 50 миллилитров. 50 миллилитров, значит, у нас было где-то здесь 10 грамм. По расчету, значит, в одном из этих стаканчиков будет, ну, примерно полтора грамма витамина С. Это, вроде бы, небольшая доза, но он будет очень хорошо потенцирован, липосомальный, да? И плюс он еще и с лицетином. Итак, вот что у нас получилось. 10, как раз 10 стаканчиков по 50 миллилитров, да? Значит, мы смотрим. Качество проверяется очень просто. Осадок не образуется. То есть, взвесь у нас очень-очень гомогенная. Если даже он у вас будет стоять, ну, несколько часов при комнатной температуре, то вы увидите, что осадка нет. Значит, это реально микрокапсулы. Вот. И сразу же убираем в морозилку. В морозилке у нас образуется, вот, полностью он быстро замерзает. Здесь просто немножко другие компоненты добавлены, поэтому свет темнеет, да? Вот. Пожалуйста, в морозилке он у вас может храниться полгода и больше. То есть, вы достаете утром один стаканчик или сколько нужно, даете ему оттаять, или даже с вечера вынимаете из морозилки и ставите его, просто в холодильнике оставляете. И он у вас при температуре, там, как у вас в холодильнике, 5-6, к утру полностью жидкий и микрокапсулы все там сохраняются. Вот так делается липосомальный витамин С. Ну, конечно, кроме витамина С можно добавлять еще кое-какие водорастворимые витамины, группы В, можно добавлять микроэлементы. То есть, то, что сочетается с витамином С, не вступает в химическую реакцию, вполне можно добавлять, и вы получаете тогда такой мощный витаминный коктейль, который, конечно же, не только антивирусного действия, он не специфический, не специфического, мощного, адаптогенного, иммуностимулирующего, иммуноприкрывающего, иммуноподдерживающего действия.